сразу как включается эфир сразу все начинают женщины поправлять свои волосы хотя до этого уже сто раз поправишь всем привет сегодня у нас пятница сегодня комментарий такой получила вот он у меня сейчас тут вышел это последний мой генерал пишет на старые видео сейчас стали как там старые видео и вот выходить комментарии пишет я тоже от скуки за просмотров твоих видео помру я что-то включила это видео оно старое до 6 лет назад слушайте я сама чуть от скуки не померла чудо тогда казалось это так интересно но видео видео рознь да есть какие-то интересные видео какие-то интересные какие-то ты сам можешь свои видео смотришь с удовольствием а какие-то вообще попить надо взять у меня сегодня вот такая вот зеленка видите зеленый напиток напиток богов называют его еще чай поставила что хотела вообще хотела чай зеленый с лимоном заварить а это у меня вот уже стоит стоит какое-то время Так, Валентина. Валентина, привет. Привет из Красноярска. Ой, в Красноярске у меня там много знакомых было. В Киргизии многие одно время уезжали в Красноярск. Звали тоже нас в гости, типа приезжайте в Красноярск. А я всегда путала вот эти два города, Красноярск и Новосибирск. Так, забыла отключить вот эти, чтобы сообщения шли. Теперь что-то пошли. Пошли сообщения. Ну что, как настроение, как дела у вас? Рабочая неделя закончилась. Кто там отдыхает, не отдыхает? У нас вот сегодня, смотрю, солнышко. Так, а я болею коронавирусной пневмонией. Да, ну что? Сейчас уже как-то редко кто... Ну, мне кажется, может быть, у нас уже реже вот именно что, прям с пневмонией. Ну, я как-то вот мало случаев слышу именно в Америке. А там, наверное, да, сейчас здесь больше. Такая просто вот все переболели повально, да, мне кажется. Все штаты, все города и все уже страны, ну, таким легким вирусом. Слушайте, уже два года, уже вот примерно ровно два года, я помню, в феврале, два года назад я выпустила первое видео. Сын приехал и говорит, сейчас, я говорю, покажу новости, где с этих коронавирусных привезли к нам с Пакенса, это с Лайнера, с Лос-Анджелеса. Я говорю, а почему именно к нам? Ну, потом мы узнали, что у нас тут одна из самых лучших вирусных, вирусного отделения, да, их несколько по Америке. И вот он показывает эти видео, я там снимаю, и это, и как-то, ну, там было потом много комментариев, тогда писали два года назад, что пришлось, ой, все это ерунда, там, туда-сюда. Ну, и мы тоже как-то, ну, ерунда, ерунда, и все. Потом говорят, одного там этого, пять человек, что ли, привезли в Спакен. Там, один ушел, другого выписали, и, короче, как пошло, как поехало, и, конечно, долго многие не верили в это. Что-то казалось, как вообще, что-то непонятное, что это все неправда. Уже два года. Уже у нас во многих штатах, в Нью-Йорке вроде отменили уже, даже в школах дети маски, но у нас в Вашингтоне строго. У нас также дети в масках, и вот в госпитале я была на днях, то же самое, все в масках. В магазинах, наверное, 50 на 50. Иногда даже заходишь, иногда даже больше людей все равно в масках, чем без масок. Ну, как бы люди уже сами, да, решают. Так, привет из Краснодара, Светлана. Ой, спасибо, Аня. Краснодар. Краснодар, у Вас же там тепло, да? Тепло в Краснодаре. Мне, конечно, нравится тоже, где тепло. Я сегодня беленькая, видишь, беленькую кофточку одела, сразу красивая. Как беленькая не оденешь, так сразу какое-то все это тускленькое, мрачное. Так, всем здоровья, и Вам, Валентина, тоже здоровья, управляйтесь. Что, да, мы тоже, когда болели, ну, мы год назад, я вот сама, конечно, боялась за Никитку. И, ну, за всех, да, как бы за всех переживаешь, и за себя, там, и за детей, что, ну, блин, только бы не воспаление легких, только не воспаление легких. Ну, как-то вот нас всех пронесло, у нас не было воспаления легких. Я еще так была уверена, что я вообще не заболею. Думаю, не, я не заболею. Хотя такая больная, думаю, не, я не заболею этим вирусом. Это ерунда, я не заболею. Это ерунда. Так, сейчас я Вам расскажу про фильм. Сейчас еще побольше идей придет. Уже потом пообщаемся. Про новый фильм. Так, сегодня мне тоже там прислали какой-то сериал. Элла прислала. Там вроде российский сериал. Ну, что, как у Вас день Валентина прошел? Кто-то отмечает, не отмечает этот день. По отзывам вообще, как бы, в Инстаграме, это вообще, что, очень мало, как бы, этот день. Многие вообще не празднуют. Я помню, у нас еще там 16 лет мне было первый раз, как-то вот тогда, помню, что-то у нас там день влюбленных, день влюбленных, вот было где-то в 16, или, может быть, даже в 15 мне было. А сейчас пишут, что многие вообще этот день даже не отмечают никак. Так, ну ладно, что мы тут с этим Валентином? Так, относительно тепло, утром минус 1, днем плюс 10. Так, всем здоровья. Имира смотрела новости и плакала уже, что творится, решила выключить, лучше с вами поговорить. Ой, Анна, а что вы плакали, что там прям такое показали? Ужасное, что вы плакали. Что-то мне аж интересно стало. Я тоже что-то раньше, мы постоянно, вот муж включал первый канал утром, и мы новости смотрели. Последний год что-то и он перестал говорить, надоели эти новости, короче. Но все равно новости, да, вот или в Ютьюбе, или там в Инстаграме я читаю, или в отдельных каких-то... Ну вот я подписана, допустим, у нас там есть подписмен, ревью, это там местные, да, какие-то новости, или там какие-то... Есть блогеры, которые только новости как бы рассказывают, и вот их тоже раз слушаю, и тогда быстро получаешь вот эту информацию, да. Ну вот на днях Виктор опять включил этот первый канал. Что там было? А, я что-то так и не посмотрела. Что там было в новостях? Ну что-то там все пугают, это и что-то, война, Украина, Россия, вообще непонятно, что там. Все 16-го, а, сегодня уже 18-е, 16-го, да, все что-то обещали, но вроде тишина пока или что, или я что-то пропустила. Лучше с нами поболтаем, поболтаем обо всем, да, заодно какие-то новости узнаем. Посмеемся или поплачем. Робочка спит мой, да, Робочка, чуть никак не выспишься. Полночи там бегал, утром все бегал за нами тут, и все, и уснул. Так, у нас уже 11-й час. В смысле, на часик или полтора поболтаю с вами, потом я Никитку пораньше со школы забираю, а потом мы там еще со знакомыми должны встретиться. Что такое? Что-то, что-то першить стало. Слушайте, начали мы смотреть новый фильм, сериал. Он сейчас в десятке лучших, как бы, сериалов на Нетфликс. Кто смотрел, или смотрит, или еще не знает, изобретая Анну называется. А я совсем недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад, тоже на Инстаграм слышала вот эту историю, которая реальная история, да, что одна девушка из России приехала в Америку и проворачивала тут такие вообще какие-то финансовые, да, как это называется-то, господи, аферистка, короче, аферы, во, аферы. Проворачивала финансовые, аферы на миллионы долларов. И сколько это, где-то полтора или два года вроде она этим занималась, да, она жила в Нью-Йорке. Ну, я как-то почитала эту историю, думаю, ну, и все, короче, на этом забыла. И тут нам попадается на Нетфликс этот фильм. И я вспоминаю, что я читала, что это, оказывается, это реальная, да, реальная девушка, которая сейчас же находится в Америке, и вроде в данный момент она находится в тюрьме в Нью-Йорке, потому что все эти события в Нью-Йорке развивались. Вообще очень интересно, да, и вот тоже мы как бы, ну, разговаривали об этом. Мы смотрим еще, потому что там что-то столько серий много, и серии длинные, потому что мы уже дня три, короче, смотрим, ну, там, и даже серию иногда досмотрим, серию иногда не досмотрим, что-то длинные серии такие, семь что ли серий. А я вообще, я любитель, я, если вижу, что это на реальных событиях, все, я этот фильм буду смотреть по-любому, он плохой или хороший, но зная, что на реальных событиях, да, и как-то ты уже это понимаешь совсем по-другому, не просто как вот придуманная там история этим режиссером, да, или книга какая-то, а именно на реальных событиях очень интересно. И вот посмотрите, если кто не смотрел, так и называется, я вот эфир так и назвала, изобретая Анну. Очень интересно, что интересно, да, она из России, она переехала в Германию, какое-то время жила в Германии, в Лондоне училась, потом она каким-то там образом приехала в Америку и решила остаться, да, на какое-то время, ну, по визе там, само собой. И как она входила вот в эти круги миллионеров, знакомилась с ними, да, и вот интересно, как аферисты, они действуют. Вот она, во-первых, она очень умная, она там знает семь языков, у нее там какое-то образование, короче, у нее очень такая хорошая память, она вот видит и сразу все, ей там не нужно сидеть, читать, да, как-то эта память называется, есть такие люди, которые вот они просто смотрят, и они уже вот эту всю информацию считывают, запоминают, и она у них остается. Какая-то там многогранная память или как это, ну, короче, не важно. И вот как она проводит аферы, да, и как интересно, вот чем руководствуются эти аферисты, ведь это должен быть определенный склад ума, чтобы ты мог убедить других людей, да, чтобы они тебе поверили, тем более там замешаны миллионы, миллионы, там тысячи, миллионы долларов, да, и она как бы там составляла эти всякие контракты, и они подписывали в итоге, и, ну, такими там определенными суммами ей как бы выдавались кредит, вот ей там банк выдал, один сто тысяч, другой двести тысяч, она представлялась как немецкая какая-то там наследница, да, миллиардерша. Ну, короче, очень такой интересный фильм, я потом тоже почитала эти новости, что ее, оказывается, в прошлом году, в феврале, выпустили, но потом она опять что-то там, опять какую-то аферу сделала, и вот опять, короче, ее закрыли, и она дает интервью, что сейчас, когда ей сказали, что фильм вот этот вышел, да, там просто в фильме сама вот она все реальное, реальные события, но фильм, как всегда, да, его как бы немного приукрасили, и они говорят, что некоторых сцен их вообще не было, ну, просто это для того, чтобы привлечь зрителя, да. И в итоге, как я тоже прочитала, что у меня была такая мысль, там ведет вот это все, как бы, расследование, одна журналистка. И получается, что главным героем является этого сериала не Анна, а именно вот эта журналистка, они здесь даже и пишут о ней, да. Кстати, это Анна Делви, настоящая ее фамилия Сорокина. Она родилась, о, в Домодедово, там английский, французский, немецкий знает. Они переехали в Германию, там в каком, 2007, о, в 2007 году въехала она в Германию, и где-то это все происходило вроде 18-й год, 17-й, что ли, 18-й, когда вот она уже приехала в Америку, тоже вот в наше время, что интересно, это вот как бы было, да, все при нас. Короче, ей такие большие суммы, вот 200, 275 тысяч, короче, там. Она жила в дорогих отелях, где за сутки нужно было там 1700-1800 долларов платить. И вот интересно, да, как можно, ведь это реально как-то можно какими-то, я не знаю, разговорами, какими-то доводами, какими-то убеждениями общения в определенном кругу, как, оказывается, можно развести людей на деньги. Это тоже, да, определенного, ну, это определенный дар. А вот она на самом деле, то актрису я показывала, вот это, как она выглядит на самом деле, девочка такая, в отчетках такая, скромненькая. Ну, очень интересный вообще такой вот, это сериал. Так что посмотрите. Там каждый эпизод, он вот начинается и написано, да, что эта история абсолютно правдива, за исключением той части, которая полностью выдумана. Ну, как-то вот так вот они это все смешали. Поэтому что выдумано, что правда, мы не знаем, но все это было, да, в какой-то последовательности. Взрыв на Донбассе, эвакуация людей в Россию, в Ростовскую область, еще как в Алиеву встречали в России, очень трогательно. Вчера посмотрела, как манты делали, тоже так захотелось. Взрыв на Донбассе, а что там случилось? Знаете, что интересно, сделала я вот эти манты, да, как бы на... Вот я сразу, когда их приготовила в тот день, когда у меня был эфир, в воскресенье, что ли, да. И да что такое, что-то в горле першит и все. И вот я их сразу приготовила. Они были такие вкусные, но единственное нельзя, я поняла, минус был в начинке, я же использовала тыкву замороженную. Когда она свежая, она другая, она такими кусочками. И вот когда варишь манты, да, она другая. А тут она как бы такая вся уже, знаете, рыхлая получилась. Вот этого нельзя делать. Ну это, в принципе, первый раз я делала с замороженной тыквой. Но все равно было вкусно. И вторую часть, порцию этих мант я заморозила. И только вчера приготовила. Вот они полежали несколько дней, да, в морозильнике. Совершенно другой вкус. Вообще непонятно почему. Как-то тесто немножко изменилось. Первую партию, когда я сразу сварила, тесто более такое плотное было, хорошее получилось. То иногда я почему не люблю манты, да, что из-за теста, когда оно там толстое слишком. А здесь оно, не знаю, готовило всего 35 минут. И такое ощущение, что оно как бы тесто, что ли, разварилось. Короче, я так и не могу понять, в чем разница. Сразу после приготовления вкусной манты, и вот 5 дней они полежали в морозильнике, уже как бы это потерялся вот этот вот первоначальный, скажем, вкус. Так, советую постучись в мою дверь, сериал. Можно так подсесть, смотреть днем и ночью. Ой, днем и ночью нам нельзя. Нам некогда. Днем и ночью нам только вечером. Ну, это, наверное, русский, да, постучись в мою дверь. Потому что я говорю, если какие-то русские вот такие сериалы или фильмы, я их одна смотрю, у меня муж не смотрит. Он только какие-то американские или еще какие-то мы там смотрим. Английские тоже вот интересные, да, фильмы. Это одно время нам прям попадались. Такие где-то там по 4 серии. Ну, я тоже вот вроде делилась в этих эфирах. Тоже такие интересные сериальчики. Ну, такие коротенькие. Англия, да, Англия. Про любовь красивую. Да, вот про любовь я только еще одна могу посмотреть. И то иногда. Я тоже не очень. Раньше я обожала эти мелодрамы. А потом что-то с годами я уже как-то не очень. Я люблю более такое что-то, знаете, захватывающее. Или что-то интересное. Вот реальные события, драмы, триллеры. Вот так. Где же про эту журналистку я читала, что вот, что интересно, да, как именно журналистка делала это расследование. И именно благодаря вот этой журналистке, как бы, ну, вся Америка и весь мир, короче, узнала вот этой, да, мошеннице. Потому что так это было, ну, просто в новостях, как обычные новости, мы всегда посмотрели и тут же забыли. А именно она предала огласке, да. Она даже, когда приехала к ней в тюрьму, она говорит, тебя узнает, тебя узнает весь мир. И вот уже интересно, чем закончится. Ну, очень такой вот, прям у меня, наверное, да, с первых там. Иногда, знаете, смотришь, там, полфильма и вроде не захватывает. Или даже первая серия может не захватить. А потом, да, дальше интересно. А это вот мне как-то с самого начала этот сериал захватил. Ну, ладно, не найду я про эту журналистку. А, это турецкий сериал. Турецкий вообще я не смотрю. Я даже не помню, чтобы я какой-то турецкий фильм смотрела или сериал. Интересно. Так, ну, сейчас хоть гляну, напишу. Так, постучись в мою дверь, да. Постучись в мою дверь. Да, вот вроде на ютюбе есть. Так, у нас какая погода? Ну, я сказала, уже солнце. Не знаю, там, сколько градусов. Ну, вот начались теплые дни. Прям уже, да, так весной. Вот кто в скоке не живет, уже прям. Все говорят, прям так весной запахло. Правда, город такой грязный. Улицы грязные. Вот эта пыль какая-то стоит прям везде. У нас еще снег вот здесь лежит. Именно вот на нашей как-то улице. У нас как-то выше она находится, что ли. На трассу выезжаешь, и там везде уже, там вообще нигде нет снега. У нас тут еще снег. Горка наша тут еще так и не растаяла. У нас тут такая горка, я не знаю, она, наверное, будет до апреля там таять. Потому что там, не знаю, метры снега Виктор там утрамбовывал. Ну, уже все. У нас, я думаю, что уже не будет такой зимы. Так вот, они ездят с сыном в горы кататься. Ну, это там Вайдаха. Там еще выпадает снег. У нас пока в скоке не нет. Я надеюсь, что уже все. Если такой пойдет, то сразу растает. Надоело уже, знаете, уже все. Хочется уже весны. Даже лето. Пусть жара будет. Пусть будет жарко, но зато. Мне вот нравится все равно лето здесь. Здесь жара. Но вечером ты можешь всегда выйти, да, там. У себя во дворе посидеть. Или в парк выйти. Как-то вечером нормально. Нет такого, что... Это если какие-то бывали, вот, там, когда 45-градусная жара, да, то и вечером, как бы, было жарко. И то все равно мы всегда вечером уже там на улице. Ну, кажется, там, я смотрю, да, с таким запозданием. На компьютере идет. Наверное, это, наверное, минут пять, что ли, запозданием. Чем больше новостей смотришь, тем это больше как-то начинаешь. Вот в это все погружаться, да, в эту политику раздражаться начинаешь. И потом в какой-то момент понимаешь, что да, лучше, наверное, вообще не смотреть. А с другой стороны тоже хочется всегда быть, да, в курсе событий. Но сейчас столько везде событий происходит. Уже не знаю, что то в Америке, то там в наших странах, то что-то тут все про Канаду, про Канаду. Я опять не знаю, опять сегодня слышала там что-то в новостях. Опять Канада. Чего они там опять? В Канаде не успокоиться тоже никак. Еще, знаете, слушала как-то интервью. Это тоже на прошлой неделе. Очень интересно. Мне вот понравились интервью про Германию. Очень много узнала новостей. Да, сегодня что-то пятница людей. А потому что у многих этих блогеров, у многих стримы сейчас идут. И все, наверное, там-там-там все поразбежались. И про Германию, про Швейцарию тоже вот так интересно. Там с блогерами делись вот эти интервью. И они рассказывают, да, про эти страны. И вот, знаете, я тоже послушала про Швейцарию. Многие же как бы мечтают, что это... Ну, и вот и нам тоже часто там всегда и писали, и мне. А типа, почему вы в Америку уехали, да, там, а не в Европу. Как бы вот, а я хочу в Европу, там, Америка мне не нужна. И, ну, в Европу тоже не так просто, да, поехать. И раз ты приехал, здрасте, там. Тоже какие-то должны быть, я не знаю, соображения на этот счет, да. Там или по работе, или знания языка, там, этой страны. Потому что Америка, над чем хороша, здесь как бы все страны мира, да, национальности всех стран. Здесь люди со всего мира. И поэтому она такая многогранная. И здесь вот для этого как бы много чего сделано, да. И как бы вся Америка, получается, эмигранты. А там, допустим, ты приезжаешь, хотя Европа сейчас тоже, да, такая становится, что там тоже эмигрантами. Вот я слушала про Германию, говорят, что сейчас уже Германия не так, как раньше только там немцы. И те, у кого были немецкие порни последние годы, уже там столько, да, всяких эмигрантов из других стран. И сейчас какой-то поток, она говорила, там идет. А, она сказала, что сейчас Германию разрешено молодым людям из России до 25 лет вообще без визы въезжать в Германию. Таким образом, видимо, они как бы стараются привлечь вот эти, ну, им нужны умы, молодежь нужна, да, так как немцы мало рожают детей. И вот так вот интересно. А вот про Швейцарию тоже так интересно. Там, оказывается, это одна из стран, где самая высокая зарплата в Европе, да. Там даже такие небольшие какие-то профессии, и у них очень хороший заработок, там 8-10 тысяч евро. Ну, это как она рассказывает. Я, конечно, не утверждаю, но вот так я послушала. И она говорит, что помимо того, что такие огромные зарплаты высокие, там, конечно, и большие расходы. Ну, это как везде, вот в европейском мире, да, и в Америке. Ты получаешь эти тысячи долларов, они у тебя почти все уходят, да. Ну, конечно, что-то и остается, опять-таки, зависит от зарплат. Ну, вот как в Швейцарии, что там жилье, само собой. Потом очень дорогой детский сад, как она сказала, 150 евро. 150 евро в этот день, представляете, за детский сад. Я вообще обалдела. Поэтому, она говорит, там очень дорого. И большинство женщин, ну, как, наверное, и во многих странах, но там это особенно, они стараются сидеть дома. Особенно, если несколько, да, детей, потому что это абсолютно, как бы, у них невыгодно. Я даже сравнила с Америкой. Думаю, ну, тут самый такой вот садик, вот у нас внук ходил, там, да, 500 долларов стоил в месяц. Но, чтобы 150 или долларов, или евро, я, короче, не помню, что там в Швейцарии, евро, ну, стоит садик, это, конечно, вообще. Потом тоже интересно, знаете, она рассказывала про, оказывается, там все школы старые, построенные давно, да, ну, сами вот эти здания. И там не приспособлено, чтобы детей кормили в школах. Для меня это вообще было такое открытие. Она говорит, дети учатся там до скольки-то, до 11, что ли. Потом им дается два часа, чтобы дети там сходили или съездили домой, покушали, и потом снова вернулись в школу. Вот это вообще, конечно, для меня было открытие. Ну, и там спрашивают, ну, а почему так, не легче ли в школах, да, там детей покормить как-то. Вот, потому что она говорит, вот эти старые школы, у них там ничего, короче, не приспособлено. Особо сейчас там не расстраивается вот это вот, все как есть, вот эта старая архитектура. Так что вот тоже, знаете, очень интересно. Вроде и Европа, а тоже деньги нужны, да, большие, чтобы там жить. Так, что еще она там? Ну, уже я забыла, я уже это смотрела, наверное, с неделю назад. Как-то много таких интересных фактов. Так, ну, приветик. Ну, приветик. Германия тоже, ну, это, в принципе, я так и слышала, да, что это одна из европейских стран, или вообще это по миру, что она чуть ли не первое место занимает, да, где очень вот эти, как пособия, которые там поддерживают, да, что очень такая защищенность там нижнего слоя, кто там на пособиях сидит, и защищенность там женщин, детей. Ну, вот это вот тоже интересно. Она там много каких-то таких нюансов рассказывала, уже точно не помню. Ну, не зря, да, не зря вот у нас все немцы поуезжали в Германию, потому что даже, хотя вот сколько в Америке было, да, но сейчас уже много позакрывалось всяких программ, и все говорили про Америку. Оказывается, нет, оказывается, вот в Германии на первом месте по вот этой вот защищенности, по вот этим различным программам. Что они там еще про, ну, это сейчас, наверное, во многих, да, странах, но почему именно вот европейцы тоже, почему они там не хотят вот жениться, замуж выходить, женщины, да, что тоже очень дорогой развод, поэтому они предпочитают жить, и у них даже это как-то на определенном уровне государственном. Я помню, кто-то в эфире тогда писал, что да, если ты просто живешь, ну, как у нас там называют это гражданский брак, короче, сожительством, если ты живешь, да, не расписан, но живешь там годами, уже у вас есть дети, то у них там, ну, в Германии это как какой-то пишется там, ну, приравнивается к браку, да, если что-то там произойдет, развод и это, то все равно там права женщины очень защищены. Вот это тоже как-то интересно. Потому что у нас там, в наших странах, женщины нужно быстро там выйти замуж, вцепиться в мужчину, да, и как бы сосать с него там эти все деньги, а в Европе у них, ну, вот американки тоже у них немного такое по-другому вот это вот мышление, да, что они в этом плане как бы защищены, они даже если будут не замужем, они могут больше даже получить от государства, если у них дети, да, и поэтому у них нет такого, чтобы вот вцепиться в мужика, что наоборот там без мужчины она будет в итоге больше иметь. Да что такое, вот все нормально было, как стало что-то эфир вести, вот перши в горле. Сейчас я возьму эту маленькую конфетку. Вот эти от кашля, они помогают всегда, когда что-то перши, да, или когда разговариваешь, и ее так раз закинуть. Так, ну что, что-то все пропали куда-то. Все пришли и все молчат. Все, я тоже уже все новости рассказала. Видите, как быстро. За 40 минут мы с вами управились. Ладно, 5 минут подождем, если ничего не будете писать, все, пойдем, пойдем по домам, пойдем новости смотреть. Сегодня со знакомой тоже встречаюсь, давно с ней не виделись. А вчера еще тоже одна знакомая тоже позвонила, тоже давно с ней не виделись. Наверное, во время пандемии вообще, что ли, не виделись. Хочу с ними встретиться, пообщаться. Может, какие-нибудь новости расскажут интересные. Так, у вас что, новостей никаких нету, да? Ни у кого нет никаких новостей. В прошлый раз я закончила эфир, и мне потом Ирэн написала под стримом, что, говорит, мы писали, было много сообщений, но, ты, говорит, их не видела. Я что-то даже вот не знаю. Все, допила я свою зеленку. Никитку тоже приучаю вот к этому напитку. На ночь ему делаю, потому что утром как-то некогда. Утром соскочили, быстро надо кушать, ехать. Вообще, конечно, его, ну, как бы, утром натощак хорошо, но я делаю именно на ночь. Вот этот хлорофилл, хлорофилл, что ли он называется, да, или хлорофилл. Слушайте, все, что-то пьем, что-то пьем, там, да, покупаем всякие продукции, все равно болеем, болеем, болеем. А с другой стороны, думаешь, может быть, если не пить, то еще будет хуже, да, все равно оно что-то нужно делать для организма, организм питать, что это, мне кажется, все равно. Я вот просто иногда себя ловлю на мысли, там, вот я пью, там, то алоэ, то этот хлорофилиум, там, то чистки всякие делаю, да. И иногда думаю, может, что-то уже не стоит это ничего делать, но все равно ловлю себя на мысли, что это, вот, мне кажется, как с телом, да. Если ты там занимаешься, какие-то физические нагрузки даешь телу, там, там, спортом, то, соответственно, как бы и тело отзывается. Так, может быть, это тоже, я думаю, все-таки это влияет как-то на наши внутренние органы. Что-то я не знаю, что перегрузить, что ли, мне сейчас вот эту... Перегружу страницу, но, мне кажется... Мне кажется, ничего не изменится. Да, ничего не изменилось, я не знаю, то ли завис чат, то ли что. Все, как вот стояло, уже сколько, уже 10 минут прошло, мне кажется, такого не может быть ни одного. Интересно, я уже перегрузила этот эфир. Ну что, тогда закругляться будем, не знаю, эфир не идет дальше, все. Ау, Ирена, привет. Так что, посмотрите этот сериал, очень интересный. Мы еще в процессе. Интересно, конечно, чем закончится. Ау, Ирена, привет. Так, скажите, я в этом случае. Ау, ирена. До свидания,창. Открывай под ремень. Там, ярослав, охот 들고. Да, ярослав, охотницу. 45 минут, сейчас я себе тогда чай заварю и приду. Сейчас зеленый чай с лимоном сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, все, будем закругляться? Ладно, все, я уже смотрю. Короче, я не знаю, что. Или вы не пишите, или эфир завис. Потому что что-то очень странно. Так, я что-то даже уже не знаю. Все, я уже все новости вроде рассказала. Сейчас до часу, до часу дотянем, чтобы хотя бы часик. Слушайте, были же мы вот в Айдахах. Какая у них там все-таки красота. Вот как я заметила, да. У нас-то вроде большой город этот Спакен, а этот Карделейн, он маленький городок. Но он туристический. И вот насколько там красиво. Прям вот такое удовлетворение я получила. Почему-то вот в Спакене нет такого. В Спакене, если ты поедешь, может быть, в даунтаун немножко там пройдешься и все. А там вот у них, не знаю, вот это озеро, да, вот это набережная, парк. Все горит. Там вот эти рестораны. Улочки вот эти центральные тоже идешь. Там везде вот эти кафешки, магазины. Все деревья у них до сих пор украшены вот в этих гирляндах. Все вечером светится. Все-таки как отличаются, да, вот эти туристические именно места. Потому что у нас вообще город темный. Там, конечно, в даунтауне, там тоже все светится, горит. Но даунтаун это даунтаун, да. Город же, он весь такой разбросанный. Везде эти дома. И, в принципе, ты уже едешь, как бы, не на всех улицах здесь есть фонари. Где-то есть, где-то там, в основном машины просто едут, фарами светят, да. И вот такое вот, короче, освещение. Или у каждого у дома там фонарик свой какой-то висит. Если комплекс апартментов, да, они там тоже освещаются. Ну, возле магазинов там везде освещается. Но так, как бы, в принципе, едешь по городу, оно темно. А там прям вот мне так понравилось. Прям вот я почувствовала, что как бы мы попали на какой-то отдых. Ой, так хочется куда-то уже поехать. Слушайте, надо уже куда-то ехать. В Монтану мы планируем, вот, может быть, это в конце марта или в апреле. В Монтану Никитку хотим свозить на эти горячие там источники. Мне что-то нравится там. Мы хотели в Канаду, Никитка в Канаду просится. Но что-то мы сейчас боимся ехать в эту Канаду. Там, не знаете, границы. Сейчас опять что-нибудь там закроется или не откроется. Начнется вот этот тест. Не успеешь въехать. Выезжать, наверное, опять надо тест. Ну, короче, что-то это пока боимся. И вот мы хотим в Монтану. Чем хорошо там крытые источники. Крытый вот этот бассейн. И есть также на улице тоже бассейн и горка. Ну, как для детей, там и для взрослых. Вот эта горка. И там же источники. Там очень много каких-то минералов в этой воде содержится. Вот хотим туда съездить. Так, ну все. Я что-то вообще не знаю. Что такое? Что сегодня происходит? Что сегодня в пятницу происходит? Обычно всегда в пятницу столько всего. Столько пишут. Что-то горький какой-то лимон попался. Так, Валентина. Делайте ингаляцию с водой пищевой каплей в нос. А, я думаю, что такое? Ты пишешь Валентина, я сразу, что у меня в уме день Валентина. Этот день влюбленных. А потом читаю дальше. Ну, я поняла. Это ты Валентине советуешь. Так, ну ладно, все. Я пойду. Что-то сегодня у нас как-то не задалось. Ладно, уже тогда до следующего раза. Все, всем пока.